Привет! Какое настроение? Вот у меня настроение очень цитрусовое, ну потому что цитрусовые апельсины, мандарины, лимоны нам действительно всегда напоминают ассоциативно Новый год. И у меня ощущение, что вот праздник, ну как ощущение, праздник и правда вот-вот, он совсем-совсем близко. Но еще и очень хочется быть, знаете, привлекательнее не только в новогоднюю ночь, а вообще каждый день. И утеплиться тоже очень хочется. Я вот придумала такой хороший способ, конечно, я не первая, но тем не менее хочу поделиться, как получить нарядную новую одежду перед праздником, не выходя из дома. Прекрасный способ поддержать настроение, будь оно цитрусовое или просто праздничное, воспользоваться интернет-магазином элитс.ру. Я правда часто пользуюсь именно этой платформой, именно этим магазином, потому что там всегда модная одежда, одежда от известных брендов. Более того, с каждым покупателем работают индивидуально, то есть у вас есть консультация и еще есть возможность примерки. То есть привезли, вот придумалось вам, что вам хочется быть в маленьком черном платье, а потом вы увидели такой желтый свитер. И стало все понятно, настроение цитрусовое берем и маленькое черное платье, и свитер. Ну и, конечно же, обувь, аксессуары, вообще все, что нужно женщине для хорошего настроения, независимо от времени года. Итак, начинаем готовить новогодний десерт. Мое цитрусовое, а вернее лимонное настроение я решила поддержать приготовлением десерта. Вообще, ребята, десерт на Новый год, ну это правда трата времени, потому что никому после селедки под шубой, салата оливье, холодца и так далее, поросенка с гречневой кашей, гуся с капустой никогда не хочется десерта. Но, во всяком случае, у меня, ну, редчайшим образом доходит дело у моих гостей до желания съесть чего-нибудь сладкого. Но я всегда готова к тем гостям, которым хочется сладкое, потому что я делаю десерт за 2-3 дня заранее. И чаще всего это мороженое, это какое-нибудь желе, мусс или сорбе. Вот сегодня будем готовить лимонное сорбе. 350 мл лимонного сока, а еще 350 мл вкусной воды тасай. Вода тасай добывается в западном предгоре Тяньшане. Это действительно природная, уникальная вода с идеальной минерализацией. То есть эта вода подходит и для ежедневного употребления, и для того, чтобы на ней готовить. А еще она здорово подходит для детей. То есть это та вода, на которой я и готовлю, и которую пью в течение дня. Между прочим, нужно пить не меньше 2 литров. Я думаю, вы это и без меня знаете. Итак, я сейчас разогреваю воду с лимонным соком, добавляю сюда 200 граммов сахара. Сахар, естественно, должен раствориться. Но еще что интересно, лимонное сорбе будет розовым. Почему? Потому что мы добавим сюда каркаде. Каркаде это сам по себе очень полезный и вкусный чай, но какой цветовой эффект получается? Просто закачаешься. Так, я как бы завариваю каркаде в смеси лимонного сока в равных частях 350, вода от асай, 350, 200 граммов сахара. Доводим до кипения. Главное, чтобы сахар растворился. Тем временем делаем вот такие вот формочки. На самом деле это очень просто, но выглядит очень эффектно. Это такая пустая лимонная кожура. Что мы делаем? Мы срезаем шапочку с лимоном. Эти лимоны непростые, это лимоны абхазские. Они реально отличаются по вкусу от обычных лимонов, но главное их очень просто освободить от мякоть. Я вот так вот ложкой вынимаю сначала мякоть. Главное действовать уверенно, но аккуратно, потому что, естественно, наша формочка для сорбе должна быть абсолютно не повреждена. И вот посмотрите, какая красота получается. Вот получилось такое чудесное углубление, такая формочка для сорбе. Ну, конечно же, точно так же мы поступаем и с крышечкой тоже. Можно приготовить таким образом не только лимонное, но и мандариновое, и апельсиновое. И знаете, даже из клубники можно сделать сорбе и сделать вот такие же формочки. Затем сок процедить и добавить в кастрюлю. Тем временем нам здесь уже почти закипела основа для сорбе. В тот момент, когда вы увидели пузырьки, добавляем сюда несколько веточек мяты. Ну, если вы любите мятные ароматы, я считаю, что вот как раз в этом случае они очень уместны. Но добавляю в самом конце, чтобы они не были навязчивыми, чтобы они были нежными и деликатными. Дальше приготовили сито. Сахар уже растворился. Как только у нас появились первые признаки кипения, вот обратите внимание, процедили через сито сорбе в форму, в которой мы могли бы его отправить в морозилку. Аромат фантастический, просто. Вот если вы любите свежие десерты, десерты, которые действительно как бы не убивают количеством сливочного масла, сахара и муки, ну, в общем, вы меня понимаете, не слоеные торты, а именно такой освежающий десерт, то это то, что вам нужно. Итак, отправляем эту форму в морозилку. Минимум 4 часа сорбе должно провести в морозилке, но идеально это действительно приготовить накануне, за пару дней до праздника. Ну, согласитесь, легче рецепт десерта придумать даже сложно. Единственное, не забываем каждые 2 часа перемешивать сорбе, пока оно стоит в морозилке. Ну, а затем, после того, как оно уже хорошо застыло, берем наши подготовленные формочки лимоны и как следует утрамбовать сорбе в формочку. Можно его пробить блендером, но на самом деле мне, например, нравится, когда оно немножечко такое с кристалликами. И вот так вот оставляю небольшую шапочку, потому что у нас в крышке тоже есть углубление. Ну и потом мне нравится, когда из желтого выглядывает немножко розового. Получается вот такая красота. Накрываем это крышкой, и вот он десерт. Подавать можно вот в таких бокалах мартини, украсить. Редчайший случай призываю украсить мятой. Опля. Ну что, уже почти с наступающим.